Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы сделаем полезную вещь для кухни. Это подставка для бумажных полотенец. Видела различные подставки и подвесы для бумажных полотенец. Понимаю то, что она должна быть устойчивая, удобная, ну и конечно же красивая. Я пришла к выводу, что за основу я возьму отливку из гипса. Поэтому для работы мне нужен будет обыкновенный строительный гипс, вода, любая трубка, можно взять от пленки, от целлофановых пакетов. Основу гипсовую, отливку саму я буду делать в силиконовой формочке. Можно сделать и в обыкновенной тарелке, но тогда простелите тарелку целлофановым пакетом или смажьте маслом растительным. Какая должна быть трубочка? Трубочка должна быть такая, чтобы свободно бумажное полотенце на нее одевалось и могло крутиться. Пластмассовая может быть даже еще и лучше. Сейчас мы сделаем раствор гипса и зальем его в формочку. Все будем делать привычным для нас способом. Значит, в любую емкость наливаю воды столько, чтобы мне хватило, чтобы залить сантиметра 3 формочку. Сильно тонкую основу не надо делать, будет сильно легкая. Поэтому основу делайте потолще. И в воду я добавляю гипс. Можно постепенно. Я это все делаю сейчас в помещении, но лучше, конечно, это делать на улице. Раствор должен быть как кефирчик. Я его весь выливаю в формочку. Сейчас нужно так ее потрясти. Нужно немножко подождать, чтобы начал схватываться гипс. И мы могли вставить туда трубочку. Трубку я сейчас вставлю пластиковую. Я пытаюсь сейчас по центру. Желательно, чтобы ровненько было, не заваливалось. Уже гипс начинает схватываться, поэтому она уже никуда не падает. Примерно через полчаса уже можно будет вытаскивать из формы. А я вам сейчас покажу. Рояль в кустах это то, что я сделала заранее, чтобы мы могли не ждать, когда гипс застынет. Потому что, когда мы его вытащим, работать с ним еще будет нельзя. Нужно будет подождать несколько дней, когда он хорошо просохнет. Вот такие подставки получились. Вот разница в толщине подставок. И еще обе трубки вот здесь, именно из картона. Ничего с ними не произошло. Вот они утонули. Может быть, немножко намокли и тут же начали высыхать вместе с гипсом. Подставки все я прошла наждачной бумагой. И все шероховатости неровности я выровняла. А вот эту я даже уже покрыла акриловой краской. Практически загрунтовала. Когда я работаю с гипсом, я грунтую только акриловой краской. Я не применяю ни лак, ни клей ПВА не добавляю. Клей и лак не впитается в гипс, а создаст пленку, которая очень легко снимется. А вот сцепление идет именно с акриловой краской. Поэтому сейчас я тоже вот эту заготовку загрунтую белой акриловой краской. А вы знаете, в принципе, и не обязательно белой. Можете грунтовать тем цветом, который нужен вам для дальнейшего декора. Конечно же, куда такие работы делать без строительной краски? Художественной краски сюда пойдет очень-очень много. Грунт акриловой белой краской даст нам защитную пленку, чтобы гипс не впитывал так быстро влагу, когда мы будем в дальнейшем декорировать. Гипс очень крепко держит трубочки вот эти. Их фактически теперь только, чтобы вытащить, нужно разбить гипс. Пока я грунтовала, гипс застыл. Я теперь отодвину бока и смело вытащу нашу отливку. Вот у меня будет еще одна подставка. А я обычно делаю несколько предметов, которые можно потом будет при желании подарить. Друзья, еще хочу дать подсказку, что как вариант можно использовать вместо вот таких полых трубочек, например, кусочек трубы. Сейчас различные металлопластиковые или пластиковые трубы бывают валяются после ремонта. Также можно использовать даже ту же ножку от стула, от старого. Чем не вариант? Если мы посмотрим на всю эту конструкцию, то вверху, конечно, у нас все некрасивое. Видна вот эта трубка, нет защиты, то есть если потянешь, может выскочить. Сюда, конечно, какой-то нужно будет ограничитель. Что я придумала? Я долго думала и уже в самый практически последний момент пришла идея сделать вот такую макушечку, такой ограничитель. Как вы думаете, из чего? Это пеноплекс и обыкновенная пробка. Сейчас она еще не высохла, я покрасила белой краской. Но в процессе того, как мы сейчас на второй сделаем, вы увидите, как это все прочно держится. Вот, возьму побольше кусочек, чтобы удобнее было. Можно надавить стакан, можно обрисовать ручкой, можно сразу начинать. Вот я обычно делаю, что я беру ножик, держу крепко стакан и ножом прорезаю. Вот, делаю начало вот этой прорези. Работа здесь очень похожа на то, как мы делали часы на камне. Фактически нужно вырезать вот этот кружочек. Толщина самого пеноплекса не имеет значения. Сейчас вот, чтобы выровнять бок, можно немножечко пройтись наждачкой. Трубочку переворачиваю и придавливаю. В принципе, можно не до конца продавить. Вырезали, проверяем. Вот так спокойно одевается. Сюда можно вставить, вот как здесь, пробку от шампанского, из бутылочного дерева. А можно вставить и вот такую пробочку. Посадить на клей. Вот так она будет смотреться. Чем еще можно украсить вот этот верх? Можно посадить птичку. Может, у кого-то кухня в интерьере с петушками. Может, вообще все намного проще сделать. Например, пенопластовый шарик, половиночку. Может быть, не до конца вырезать и приклеить пробочку от бутылки. Вот сейчас она мне, конечно, не хочет держаться. А теперь остается красиво оформить наши подставки. И я, конечно же, буду делать декупаж. Одну я сделаю под гжель. У меня вот такие есть салфеточки. А другую, наверное, я сделаю с подсолдушками. А может быть и какие-то розочки. Вы выбираете ту расцветку, тот мотив, который у вас присутствует в кухне. Или который цвет больше нравится. Вот те мотивы, которые я буду приклеивать, я их вырвала. Не вырезала, а вырвала. Наливаю клей ПВА. И примерно столько же, можно даже немножко больше воды. Вот здесь с торца можно приклеить картинки. А можно торец просто в тон разукрасить. Побольше набираем жидкости. И салфеточку нашу приклеиваем. Она у нас растягивается и распределяется по длине. Вот так я пройду бок. А более крупные орнаменты я пройду здесь от центра. Картинки лучиками. Вот так в разные стороны. Кисточка должна быть мягкой и побольше жидкость. Лишнее можно сразу попробовать оборвать. Потому что у нас там сбоку тоже идет рисунок. Лишняя влага мне не нужна. Чистой сухой салфеточкой или туалетной бумагой я промакиваю. Сейчас я задекупажу под гжель, а вторую сделаю с подсолнушками. Сейчас покажу, как я задекупажила. Здесь я пройдусь краской. Здесь вот такой бортик получился красивый. Обязательно нужно будет залакировать и пройтись наждачной бумагой. Чтобы удалить все складочки и шероховатости. Для работы с подсолнухом навела коричневую краску подходящего цвета. Вот здесь закрашу у основания. Этим же цветом или можно зеленым цветом пройтись вот этот бортик. Вот что получается. И можно немножко кисточкой пройтись поверху. Переход цвета сделать. Саму трубочку я трогать не буду. Пусть она будет белого цвета. Сейчас нужно будет что-то придумать с крышечкой. Все-таки я сюда посажу вот эту птичку из соленого теста. Крышки, заглушки можно тоже задекупажить красиво. Можно сделать орнамент через трафарет. Пофантазируйте. Попробую добавить желтого цвета. Немножко коричневым тут. Чтобы как бы прожилочки цветочные были. Приклеивать я буду на полимерный клей. Как делать таких птичек я рассказывала, когда показывала как работать с соленым тестом. Вот так оставляю на просушку. Здесь я добавлю синего цвета. Вы можете даже бок закрасить таким цветом, если нет подходящей салфетки. И поработаем с крышечкой. Здесь тоже можно что-то сделать декупажем. Можно придумать такие подставки-держатели и для туалетной бумаги. А задекорировать можно, например, в морском стиле. Сверху я еще вот так украшу немножко. Друзья, хочу показать вам поближе результат работы. Саму трубочку я обрезала. Все-таки очень было высоковато и некрасиво. Посмотрите, когда мы откручиваем полотенце, наша подставка стоит без движений. Вот так же, как и здесь. Смотрите, тяну. Немного решила украсить заглушки. Сверху добавила еще декупаж и подрисовка. А здесь добавила листики. И тоже стало более гармонично все смотреться. Друзья, сегодня мы сделали две подставки для бумажных полотенец. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok